Необработанные исключения. Итак, при выбрасывании исключения CLR начинает с теки, вызовав поиск блока catch, тип которого соответствует типу исключения. Если ни одного из блоков catch не отвечает типу исключения, возникает необработанное исключение. Unhandled exception. Обнаружив в процессе поток с необработанным исключением, CLR немедленно уничтожает этот поток. Необработанные исключения указывают на ситуацию, которую не предвидел программист и должно считаться признаком серьезной ошибки в приложении. На этом этапе о недостатке следует уведомить компанию, где разработано приложение, чтобы авторы могли устранить неполадку и выпустить исправленную версию. Разработчикам библиотек классов даже думать нельзя о необработанных исключениях. О них должны заботиться только разработчики приложений, которым в приложении следует реализовать политику, определяющую порядок обработки необработанных исключений. Microsoft рекомендует разработчикам приложений просто принять политику CLR, предлагаемую по умолчанию. То есть, в случае необработанного исключения Windows делает запись в журнал системных событий. Увидеть его можно, открыв приложение Event Viewer и перейти к узлу Windows Logs Application. Дополнительную информацию о проблеме можно получить через центр поддержки. Для его запуска нужно щелкнуть на значке с изображением флага на панели задач, выбрать в появившемся меню команду Open Action Center, открыть центр поддержки, перейти на вкладку Maintenance, обслуживание и выбрать ссылку View Relibility History, показать журнал стабильности работы. В нижней части этого окна, как показано в рисунке 20.2, можно увидеть список приложений, закрывающихся из-за необработанных исключений. Для получения еще более подобной информации следует дважды щелкнуть на имени приложения в нижней части журнала View Relibility History. Примеры полученных таким способом введения показанной в рисунке 20.3 и расшифровку по полю можно найти в таблице 20.2. Все необработанные исключения, полученные в управляемых приложениях, помещаются в контейнер CLR20R3. Ну а тут конечно нифига не видно, какие-то графики с исключениями, что ли, журналы. Дополнительная информация. Ну тут прям все понятно, что за исключение было, ничего не понятно. Ладно. Описание полей журнала View Relation Relibility History. Номер поля 0.1. Имя исполняемого файла. Ограничение 32 знака. 0.2. Версия сборки исполняемого файла. 0.3. Временная отметка исполняемого файла. 0.4. Полное имя сборки исполняемого файла. Ограничение 34 знаками. Версия аварийной сборки. Временная отметка аварийной сборки. Тип и метод аварийной сборки. Это метод данных метод DEV. после высечения верхнего байта 0x06, указывающий метод старшей причиной исключения. Имея это знание, при помощи Ill-DAS можно найти проблемный тип и метод. Илкод некорректного 08 метода. Взяв величину смещения внутри этого кода, при помощи Ill-DAS можно найти некорректный код. 0,9 тип уброшенного исключения. Верочение 32 знака. После фиксации информации о некорректном приложении, Windows выводит диалоговое окно, позволяющее пользователю отправить информацию об ошибке в Microsoft. Примечание. Отключить это окно можно, вызвав при помощи механизма PayInvoke функцию SetTerrorMode и передав ей параметр SamNoNogPfaultErrorBox. Данный механизм информирования об ошибках называется Windows Error Reporting. Дополнительную информацию о его работе вы можете получить на сайте wingwhile.microsoft.com При желании компании могут зарегистрироваться в Microsoft и получать информацию об ошибках собственных приложений и компонентов. Подписка бесплатна, но только при условии, что сборки удостоверены подписью VerySignID и другое название подписи издателя ПО для Authentic Code. Впрочем, вы вправе разработать собственную систему получения информации о необработанных исключениях, необходимую для устранения недостатков программных. При инициализации приложения можно проинформировать CLR, что есть метод, который нужно вызывать каждый раз, когда в каком-либо потоке возникает необработанное исключение. Можно использовать следующие члены FCL подробнее с документацией. Для всех приложений сбор события UnhandledException класса System.appDomain Работа приложения CyberLite недостаточно безопасна для регистрации с этим событием. Для приложения Windows Forms виртуальный метод OnThreadException класса System.WindowsForms.NativeWindow Одноименный виртуальный метод класса System.WindowsForms.Application И события ThreadException класса System.WindowsForms.Application Для приложения Windows Presentation Foundation События Dispatched UnhandledException класса System.WindowsApplication А также события UnhandledException и UnhandledException Filter Класса System.WindowsTradingDispatcher Для приложения SilverLite события UnhandledException класса System.WindowsApplication Для приложения Sp.NetWebForms события Error класса System.Web.UI.TemplateControl Класса TemplateControl Базовым для System.Web.UI.Page И System.Web.UI.Ui.Control Кроме того, можно задействовать события Error класса System.Web.Http.Application Для приложения Windows Communication Foundation Свойства ErrorHandler Класса System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelDispatcher В завершении темы хотелось бы сказать несколько слов о необработанных исключениях, которые могут произойти в распределенных приложениях, таких как веб-сайты и веб-службы. В идеальном мире серверное приложение, в котором случилось необработанное исключение, зарегистрирует сведения об исключении в журнале, уведомленных клиентов о невозможности выполнения запрошенной операции и завершить свою работу. Но мы живем в реальном мире, в котором может оказаться невозможным отправить уведомления клиенту на некоторых серверах, поддерживающих данные состояния, таких как, например, Microsoft SQL Server, непрактично останавливать сервер и запускать его заново. В серверном приложении информацию о необработанном исключении нельзя, возвращая клиенту, так как ему от этих сведений мало пользы, особенно если клиент создан другой компанией. Более того, сервер должен предоставлять клиентам как можно меньше информации о себе самом, так как это снижает вероятность успешной хакерской атаки. Примечание. В CLR некоторые исключения, вбрасываемые машинным кодом, рассматриваются как исключение поврежденного состояния, Corrupted State Exception, CSE. Дело в том, что обычно они являются следствием проблем в CLR или с машинным кодом, который разработчик просто не в состоянии контролировать. По умолчанию CLR не позволяет управляемому коду перехватывать такие исключения и в блок фанели не выполняется. Ввод список CSE, исключение Win32. Exception Access Violation Exception Stack Overflow Exception Illegal Instruction Exception InPage Error Exception InValid Disposition Disposing Disposition Exception Exception Non-continual Exception Exception Preview Instruction Status Unwind Consolidated Деяльные управляемые методы могут перегружать методы предлагаемые по умолчанию и перехватывать эти исключения применяем к методу атрибуту SystemRuntimeExceptionServices.HandleProcessCorruptedCorpStateException атрибут. Кроме того к методу должен быть применен атрибут SystemSecuritySecurityCriticalAttribute. Можно перегрузить метод в предлагаемые по умолчанию для всего процесса, присвоив элементу LegacyCorruptedStateExceptionPolicy в конфигурационном XML-файле приложения значение true. CLR преобразует большинство этих исключений в ObjectSystemRuntimeInteropServices.HandleProcessException только исключения ExceptionAccessVivation преобразуются в ObjectSystemAccessVivationException , в ObjectSystemStackOverflowException. Примечание. Перед вызовом метода можно воспользоваться методом EnsureSufficientExecutionStack класса RuntimeHelper для проверки количества свободного места в стэке. Если места в стэке недостаточно, метод выбрасывает исключение InsufficientExecutionStackException, которое вы можете перехватить метод EnsureSufficientExecutionStack, не принимает аргументов и возвращает значение типа void. Обычно он применяется с рекурсивным методом. Отладка исключений. В отладчике из Microsoft Visual Studio есть специальная поддержка исключения. Выберите команду Exceptions в меню Debug. И появится диалоговое окно показанное в стэке 20.4. Так, секунду. Ну что то там еще. Так, здесь показаны типы исключения поддерживаемые Visual Studio, раскрыв вид common language runtime exceptions как показано в сумке 20.5 вы увидите пространство имен поддерживаемые оттачком из visual studio раскрыв пространство имен как показано в сумке 20.6 вы увидите все определенные в нем типы производные от system exception список исключений если для какого-либо исключения установить флажок throw при выбрасывании это исключение оттачек остановится момент останова среда clr еще не приступила к поиску подходящего блока catch это может быть полезно для отладки кода ответственного за перехват и обработку соответствующего исключения также это может пригодиться в ситуации когда вы подозреваете что компонент или библиотека проглатывает или повторно выбрасывает исключение и не знаете где поставить точку останова чтобы поймать компонент за руку прикольно если для исключения флажок throw не установлен оттачек остановится только если после вбрасывания соответствующие исключения она останется необработанным это не наиболее популярный вариант так как обработанные исключения означает что приложение предвидит возникновение подобных исключений и знают как с ним справиться справляться вы можете определяет собственные типы исключений и добавлять их в окна щелкнув на кнопке add в результате появляется появится показанные сумки 20.7 в этом окне сначала выбирают выбирают тип common language runtime exception а затем вводят полное имя собственного типа исключения вводимый тип не обязательно должен быть потомком системы exception так как тип типы несовместимые cls поддерживаются в полном объеме если у вас два или больше типов с одинаковыми именами но в разных сборках различить эти типы невозможно к счастью такое случается редко если в вашей сборке определены несколько типов исключений следует добавлять их по очереди я бы хотел чтобы в следующей версии это диалоговое окно позволяло находить сборку и автоматически импортировать из нее в оплачивать визуал студии все типы производные от exception а возможность дополнительно идентифицировать каждый тип именем сборки решила бы проблему одноименных типов из разных сборов скорость обработки исключений в сообществе программистов вопросы быстродействия связанные с обработкой исключений обсуждаются очень часто и активно некоторые пользователи считают эту процедуру настолько медленной что отказываются к ней прибегать но я утверждаю что для объектно ориентированной платформы обработки исключений обязательно кроме того у этой процедуры отсутствует альтернатива неужели вы предпочтете чтобы методы возвращали значение true или false чтобы сообщать об успехе и неудаче своей работы есть одна библиотечка или воспользуйтесь кодом ошибки типа ino в этом случае вас ждет разочарование clr и код библиотеки классов будет выбрасывать исключение и ваш код начнет возвращать код ошибки в итоге вы все вам все равно придется вернуться к необходимости обработки исключений трудно сравнивать быстродействие механизма обработки исключений и более привычных средств уведомления об исключениях возвращение значения ваш результ специальных кодов и т.п. если вы напишите код который сам будет проверять значение возвращаемое каждым вызванным методом фильтровать и передавать его коду вызвавшему метод то быстродействие приложения серьезно снизится даже если остановить быстродействие в стороне объем дополнительного кодирования и потенциальная возможность ошибок и кажется неподъемными в такой обстановке обработка исключения выглядит намного лучше альтернативной неуправляемым компилятором c++ приходится генерировать код отслеживающий успешно созданные объекты компилятор также должен генерировать код который принял перехвате исключения вызывает деструктор для каждого из успешно созданных объектов конечно здорово что компилятор принимает эту рутину на себя однако он генерирует в приложении слишком много кода для введения внутренней бухгалтерии объектов что негативно влияет как на объем кода так и на время исполнения то же время управляемым компилятором намного легче вести учет объектов поскольку память для управляемых объектов выделяется из управляемой кучи за которой следит сборщик мусора если объект был успешно создан а затем возник в исключении сборщик мусора в конечном счете освободить память занятую объектом компилятору не приходится генерировать код для внутреннего учета успешно созданных объектов и последующего вызова деструктора это значит что в сравнении с неуправляемым кодом на C++ компилятор генерирует меньше кода меньше кода обрабатывается и во время выполнения в результате быстрого действия приложения растет мне приходилось пользоваться обработкой исключения на многих языках различных ос и в системах с разным с разными архитектурными процессами с разными архитектурами процессора в каждом случае обработка исключения была реализована по-своему некоторых случаях конструкции обрабатывающие исключения компилируются прямо в метод а в других данные связанные с обработкой исключения хранятся связанные с методом таблицы которые обращаются только при возникновении исключений одни компиляторы не способны выполнять подстановку кода методов содержащих обработчики исключений другие не регистрируют переменные если в методе есть обработчики исключений суть в том что нельзя оценить величину дополнительных издержек которые влечет за собой обработка исключений в приложении в управляемом мире сделать такую оценку еще труднее так как код сборки может работать на любой платформе поддерживающий дотнет фреймворк так код с генерированной джит компилятором для обработки исключения на машине x86 будет сильно отличаться от кода с генерированной джит компилятором системе с процессором и ай и 64 или джит компилятором из дотнет компакт фреймворк мне все же удалось потестировать некоторые некоторые мои программы с разными джит компиляторами производства microsoft предназначенными для внутреннего использования я неожиданно обнаружен огромную разницу в быстродействии отсюда следует что нужно тестировать свой код на всех платформах на которых предполагается его применять и вносить соответствующие изменения и в этом случае я бы не беспокоился о снижении быстродействия из-за обработки исключения как я уже отмечал польза от обработки исключения намного перевешивает это снижение если вам интересно насколько обработка исключения снижает производительность вашего кода можно задействовать встроенный монитор производительности windows показанный в сумке 20.8 снимок экрана демонстрирует счетчик связанные с обработкой исключений которые устанавливаются при установке дотнет компакт фреймворк когда-нибудь вы столкнетесь с часто вызываемым методом который активно вбрасывает исключения такой ситуации снижение производительности из-за обработки слишком частых исключений оказывается очень значительно частности microsoft слышали от нескольких клиентов жалобы что при вызове метода парс класса им 32 и передачи данных введенных конечными пользователями возникла возникал сбой так как метод парс вызывался частого выбрасывания и перехват исключения серьезно снижали общую производительность приложения для решения заявленные клиентами проблемы и в соответствии с принципами описанными в этой главе спецсертисты microsoft добавили в класс m32 метод tripars имеющий две перегруженные версии три парс стринг с спит а вот он 32 результат возвращает пул а и аут есть стринг с номер стайл 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 а формат провайдер провайдер аут 32 результат вот как он инструмент как видите эти методы возвращают значение типа буллин который указывает можно ли обрабатывать обработать все символы перей переданы им 32 строки эти две методы также возвращают выходной параметр результат если метод возвращает значение true параметр результат содержит результат преобразования строки в 32 разрядное целое противном случае этот параметр оказывается равен нулю но это значение вряд ли может использоваться в коде почему я бы использовал получи просто проверил на ногу а потом делать хочешь хотел бы прояснить одну вещь ну потому что да если ноль вернет то может но не совсем подойдет возвращаем возвращаем возвращенная методом tryxxx значение false указывает на один и только один тип сбоя для других сбоев метод может выбрасывать исключение например tryparse класса int32 в случае неверного параметра выбрасывания исключения аргумент exception и конечно же может бросить исключение out of memory exception если при вызове tryparse происходит ошибка выделенной выделения памяти также хотелось бы подчеркнуть что объектно-ориентированное программирование позволяет повысить производительность труда программиста и не в последнюю очередь за счет запрета на передачу коду кодов ошибок через члены типа иначе говоря конструкторы методы свойства и прочее создаются с тем расчетом что в их работе с боев не будет и при условии правильности определения большинстве случаев при использовании члена сбоев в нем не будет а значит не будет снижение производительности потому что не будет исключение определять типы и их члены надо с тем расчетом чтобы свести к минимуму вероятность их сбоев при стандартных сценариях их использования если вы позже услышите от своих клиентов что из-за выбрасывания множества исключений в производительность неудовлетворительно тогда и только тогда имеет смысл подумать о добавлении в тип метод метод tryxxx иначе говоря сначала надо создать оптимальную объектную модель а затем если пользователи окажутся недовольными добавить тип несколько методов tryxxx которые облегчат им жизнь тем же кто не используют про проблем не испытывать проблем с производительностью лучше продолжить работать с версией типа без этих методов в области ограниченного выполнения есть приложение которым не нужна высокая надежность и способность к восстановлению после любых сбоев например надпад точкой x и и как все многие из нас сталкивались ситуации когда приложение с пакетом microsoft office win ford excel outlook просто завершают свою работу из-за необработанных исключений также многие серверные приложения например веб-сервер имеет неизменное состояние и в случае необработанных исключений автоматически перезагружается конечно существует серверы например сервер для которых потеря данных в подобных ситуациях намного более критично CLR информации о состоянии содержит класс аппэдомейн продано на главе 22 его выгрузка сопровождается выгрузкой всех состояний соответственно если поток в домене приложений сталкивается с необработанным исключением он будет можно выгрузить домен удалив все состояния не завершая работу приложения это верно для случаев когда поток не выходит за пределы одного класса подобно тому как spd.net и управляемые спирс сервера хранят спецсценарий процедур но для потоков пересекающих границы домена приложения может потребоваться завершение работы область ограниченного выполнения constrained execution region сер называется устойчивый к сбоям фрагмент кода так как домены приложения допускают выгрузку с уничтожением своего состояния области ограниченного выполнения обычно служат для управления состоянием общим для нескольких доменов или процессов особенно они полезны если вы собираетесь работать с состоянием в котором возможно неожиданные исключения такие исключения иногда называют асинхронными асинхронными exception например для вызова амалакедавр например для вызова метода среда CLR должна загрузить сборку создать тип объекта в куче загрузить загрузчика домена приложений вызвать статический конструктор типа скомпилировать код и тп сбой может произойти в ходе любой из этих операций если вы апельсит об этом при помощи исключений если любой такой сбой произойдет в блоке качи finally код восстановления или очистки будет выполнен не полностью рассмотрим пример кода в котором возможен сбой при static void demo 1 try console write line in try finally неявный вызов статического конструктора type 1 type 1.m private select class type static type 1 в случае исключения m не вызывается console write line type 1 static тор call it public static wait m вот результат работы этого кода in try type static тор call это верно для нам нужно чтобы код в блоке try выполнялся только при условии выполнения кода связанных с ним блоков кач и файнери для этого код следует переписать так правильный статик void domain 2 подготавливаем код в блоке final runtime helps repair train 3 регионс пространство регионс систем runtime computer services try console write line in try finally неявный вызов статического конструктора type 2 type 2 type 2 точка m public class type 2 static type 2 static type console write time type 2 static торг call it используем атрибут определенный в пространстве имен system runtime construction exception reliability construct consistency will not corrupted state CR.success public static void снимает m так право так темп 1 декабр 1 тек.. т короче разница только в атрибуте теперь местами меняется вызов сначала выводится type 2 static tor call it, потом try добавляется в демо 1 до блока try runtime helpers prepare constrain regions поэтому туда и этот атрибут добавим методы prepare constrain regions особенный обнаружив его перед блоком try g-компилятор немедленно начинает работать с соответствующим блоком качи finally g-компилятор загружает любые сборки создает любые типы вызывает любые статические конструкторы и компилирует любые методы если хотя бы один из этих операций дает сбой исключение возникает до входа потока в блок try процессе подготовки методов g-компилятор просто просматривает весь граф вызовов однако обрабатывает он только методы которым были применены атрибуты reliability contract attribute со значением параметра consistence c равным will not corrupted state или consistency make corrupted instance так как для методов которые могут повредить домен приложений или состояние процесса clr не дает никаких гарантий нужно гарантировать что внутри защищаемого методом prepare constrain regions блок кач или finally будут вызываться только методы с настроенным как показано в предыдущей фрагменте кода атрибутом reliability contract attribute вот как выглядит этот атрибут public sealate классы reliability contract attribute консистенции 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 гарантий запятая сер 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 public seal сергер get public Consistency, Consistency, Guaranteed Get, он дает разработчику возможность указать степень надежности отдельного метода. Атрибут можно применить также к интерфейсу, конструктору, структуре, классу или сборке. Тип Ser и Consistency относятся к перечислениям и определяются следующим образом. Если ваш метод гарантированно не может повредить состояние, используйте в качестве параметра Consistency.WillNotCorruptedState. В противном случае вы берете одно из трех других значений в зависимости от степени его надежности для метода с гарантированно успешным завершением использования значений Ser.Success. В противном случае выбирайте параметры Ser.MayFail. Любой метод, для которого не определен атрибут ReliabilityContact Consistency.MyCorruptedProcess.Ser.None. Значение Ser.None указывает, что никаких сер-гарантий в данном случае не дается. Другими словами, метод может завершиться неудачей и даже не сообщить об этом. Помните, что большинство этих параметров дают методу возможность проинформировать вызывающую сторону, чего от него можно ожидать. Tiller и JIT-компилятор эти сведения игнорируют. Чтобы написать надежный метод, делайте его как можно меньше по размеру и ограничивайте сферу его деятельности. Убедите, что там не выделяется память под объекты, например, не выполняется упаковка. Не вызывайте внутри ни виртуальных, ни интерфейсных методов. Не пользуйтесь делегатами или отражениями, так как в этом случае JIT-компилятор не сможет определить, какой именно метод вызывается на самом деле. Можно даже вручную подготовить все методы при помощи одного из следующих методов класса RuntimeHelpers. PublicStaticVoid. PrepareMethod. RuntimeMethod. HandlerMethod. PublicStaticVoid. PrepareMethod. RuntimeMethod. HandlerMethod. Я думаю, что ни компилятор, ни CLR не проверяют гарантии, которые вы даете, снабжая свой метод атрибутом ReliabilityContractAttribute. Если вы что-то перепутали, состояние вполне может казаться испорченным. Примечание. Даже хорошо подготовленный метод может стать источником исключения StackOverflowException, если среда CLR не запущена. Исключение StackOverflowException приводит к немедленному завершению процесса путем внутреннего вызова метода environment.failfast. Если же среда запущена, метод PreparedConstrainedRegions проверяет, осталось ли в стеке хотя бы 48 килобайт свободного места. При ограниченном месте в стеке исключение StackOverflowException вбрасывает до начала блока try. Не следует забывать и при методе executeCodeWithGaranteedCleanUp класса RuntimeHelper, который предоставляет еще одну возможность гарантированной очистки. public static void executeCodeWithGaranteedCleanUp tryCodeCode, cleanUpCode, backOutCode, objectUserData При работе с ним вы передаете только тело блока tryPanel в качестве методов обратного вызова, свойства которого совпадают с этими двумя делегатами public delegate void tryCode objectUserData public delegate void cleanUpCode objectUserData boionExceptionThrow ну и наконец упомяну еще один класс, помогающий гарантировать выполнение кода это класс critical funnelizer object, который подробно рассматривается в следующей главе ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...